Общественный транспорт вязнет в снегу. Жители новостройки жалуются на коммунальные проблемы. И умер первый после распада СССР мэр Владимира Игорь Шамов. Здравствуйте, это новости на шестом канале в студии Григорий Кошкин. Омикрон начал убивать. Первые две смерти от нового штамма зафиксированы в Таиланде. В России, в частности во Владимирской области, статистика ежесуточной заболеваемости резко скачет вверх. Наши специалисты полагают, что к этому причастен как раз омикрон. Впрочем, официально о случаях заражения новым штаммом департамент здравоохранения пока не сообщает. Во Владимирской области за сутки выявлено 219 зараженных коронавирусом на 55 больше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Очевидно, что мы в самом начале пятой волны пандемии, связанной с омикроном. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе теперь 84 291. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 60 заболевших за сутки вчера прибавка составляла 55. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 860 зараженных. Летальных исходов 5 на 3 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3012. И число выздоровевших месяц превышает число заболевших. Сегодня 341 против 219. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 76 681. Трагедия на трассе во Владимирской области. В Александровском районе в страшной аварии погибли дети. Столкнулись «Газель» и легковой «Крайслер». ДТП произошло на трассе у деревни Конюхова. В иномарке ехала целая семья. Как сообщают очевидцы происшествия, отец и двое детей погибли. В соцсетях очевидцы столкновения «Газели» и «Крайслера» сообщают подробности жуткой аварии. Как пишут люди, в иномарке ехала целая семья. Супруги и трое детей. Из-за скорежного автомобиля проезжающие водители помогли выбраться маме с дочкой. А вот отец и два ребенка погибли на месте. ДТП было практически перед нами. Сразу остановилось много машин, помогали, чем могли. Машину просто понесло по дороге. Возможно, попал на снег. Насчет водителя и остальных детей 13 и 6 лет ничего сказать не могу. Но, скорее всего, погибли. Водитель «Газели» жив, его пассажирка с травмами была зажата. Дети и отец сразу погибли. Полиции пока не раскрывают подробности аварии, а сообщают лишь о факте происшествия. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Крайслер» и «Газ». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и двое пассажиров автомобиля «Крайслер». Водители пассажиров автомобиля «Газ» направлены на амбулаторное лечение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливаются. Областная прокуратура начала собственную проверку смертельной аварии. Как уточняют в надзорном ведомстве, травмы получили все-таки 4 человека. На место аварии, в которой погибли дети, выезжал местный прокурор. Судя по пресс-релизу ведомства, виновными в аварии могут стать не водители, а чиновники, которые должны были следить за состоянием дорожного полотна и вовремя устранять гололед. По результатам проверки прокуратурой области будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению требований безопасности дорожного движения, своевременности и полноты расчистки проезжей части, устранения наледи. Чудом избежали трагедии. Серьезная авария произошла утром 17 января в районе кладбища Высокого, где строят платную трассу М-12. Рейсовый автобус столкнулся с самосвалом. Общественный транспорт получил сильные повреждения. Впрочем, каким-то чудом никто не пострадал. В соцсетях о столкновении общественного транспорта с грузовиком сообщили сами пассажиры. В аварию попал автобус номер 115, который двигался из Радужного во Владимир. В районе Улыбышевского кладбища со второстепенной дороги на перерез автобусу выскочил самосвал. Водитель автомобиля КамАЗ 1968 года рождения при проезде к перекрестке неравнозначных дорог, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автобусу Мерседес под управлением водителя 1967 года рождения, который двигался по главной дороге. Судя по фото, автобус получил серьезные повреждения передней части. Разбито лобовое стекло, поврежден корпус. Впрочем, чудом обошлось без пострадавших. Водители в соцсетях в один голос говорят, что ДТП произошло закономерно. Авария случилась в том месте, где дорогу будет пересекать платная М-12. Сейчас там заезжают и выезжают на трассу большегрузы со стройки. И вот они, по словам водителей, регулярно нарушают ПДД. С этой трассы ездят, как хотят на этом участке. Выезжают грузовые, не глядя. Вечная глина на покрытии. Еще и на кладбище многие сворачивают здесь. Многие на обгон идут. Очень аварийный участок стал. Там давно и срочно надо ставить временный светофор и знаки, а лучше камеру. А еще осветить этот участок. Денег выделено тонна. Че ждем-то? Да и грязи там. Там вроде сплошная, а техника с одной стороны на другую катается и ГАИ не видно. Столица области оказалась не готова к обилию снегопадов. И это уже не новость. Теперь в ситуацию вмешалась прокуратура. На директора Центра управления городскими дорогами заведено административное дело. Подробности расскажем далее. Дорогу в микрорайоне Спасское не успели расчистить от снега и наледи. В снежную ловушку попался 22-й автобус. Он увяз на конечной остановке. Пришлось вызывать подкрепление. У компании Сити Лайн, которая обслуживает 22-й маршрут, своего эвакуатора, похоже, не нашлось. На помощь позвали водителей из сообщества любителей внедорожников. У этого внедорожника сломался фаркоп. Автобус вытащить не вышло. Тогда жители Спасского позвали на помощь местного жителя на своем тракторе. Не с первого раза автобус все же поддался. Тем временем рейс на маршруте был сорван. И на остановках, где 22-е автобусы и так ждут по 40 минут, людям пришлось стоять больше полутора часов. Кто виноват в том, что снег даже на главных дорогах Владимира чистят плохо, разбирается областная прокуратура. Надзорным органом выявлены, кажется, все возможные нарушения. Заснеженность улиц, наличие на них наледи, заужение проезжей части, непроведение расчистки остановочных пунктов и наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов. Директору МКУ Центра управления городскими дорогами внесено представление. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь директору по уборке дорог грозит штраф до 30 тысяч рублей. По данным прокуратуры, из 99 единиц техники для уборки города 26 сейчас сломаны. Шесть из восьми погрузчиков находятся в неисправном состоянии. Часть транспортных средств требует капитального ремонта. И если на главных магистралях во Владимире снег еще стараются убирать более-менее оперативно, то вот второстепенные дороги как повезет. На вопрос, почему во Владимире вязнет в снегу общественный транспорт, мэрия отвечать не захотела. Григорий Кошкин, 6 канал. Недовольны управляющей компанией. Жители одного из домов на улице Лермонтово в областной столице готовят обращение в прокуратуру. Что они ставят в вину своей управляшке? Разбирался Алексей Домнин. Не обслуживание, а одно разочарование. Так жители одного из домов на улице Лермонтово оценивают деятельность своей управляющей компании. Например, последние несколько лет люди вынуждены мириться с постоянными протечками на верхних этажах. Все дело в несвоевременной очистке крыши от снега, считает Жанна Морозова. В квартире с ней живет 7-летний сын. Он страдает астмой. Из-за протечки образуется плесень. А значит, здоровье ребенка под угрозой, говорит мама. В четверг в ночь уже началась протечка. Мне написала соседка вот у нас из 19-й квартиры, что у нее потекли все потолки у нас. Вот здесь в этой маленькой комнате и там в большой тоже все потекло. Теперь жители хотят компенсировать нанесенной протечкой ущерб. И это не единственная проблема. Люди в квартирах на верхних этажах недовольны температурой горячей воды. Вместо нее льется чуть теплое, говорит Алена Логинова. По ее мнению, это связано с работой регулятора температуры воды в подвальном помещении. Якобы, таким образом идет экономия на жителях. Невозможно принимать ванную. Чтобы принять ванну, нам надо на всю горячую воду. И тогда у нас более-менее вода идет соответствующая для помывки. Есть претензии и к уборке подъезда. Со слов жителей, она проводится чуть ли не раз в три месяца. А уж о ремонте и говорить не приходится. Зияющие дыры в ступенях и отсутствие покрытия на перилах в некоторых местах. Люди страдают также и от заснеженной придомовой территории. Доведенные до отчаяния, они сами заказали технику и начали очищать территорию дома от снега. Мы обратились своими силами к своим знакомым. Ребята нам помогли. На прошлой неделе расчищали лопатами. А вот буквально сегодня, перед вашим приездом, мы попросили также знакомых. Они помогли нам расчистить это трактором. Жители говорят, что в последние годы вынуждены постоянно скандалить с представителями управляющей компании. Теперь они готовят даже жалобу в прокуратуру на действия, точнее бездействия, своей управляющей организации. Я хочу, чтобы эти люди все-таки начали исполнять, предоставлять качественные услуги для нас, для людей. Потому что мы много платим. У нас платежки очень большие. Но мы не получаем качественных услуг от управляющей компании. К слову, в доме есть ТСЖ. Но оно доверило обслуживать здание управляющей компании «Наш дом-3». По поводу теплой воды вместо горячей на верхних этажах, председатель ТСЖ считает, все дело в неисправном насосе. Собственно говоря, сегодня с этим вопросом я обратился в управляющую компанию. И, собственно говоря, они сказали, что этот вопрос они решат. Ну а что по поводу других жалоб думают в самой управляющей компании? Представитель этой организации попросил время на подготовку ответов. Ну, для того, чтобы давать вам какие-то комментарии, нужно на все эти вопросы начали получить ответы. А вот общественники напомнили, если жители недовольны работой управляющей компании, они не только могут обратиться в прокуратуру. Эффективным может оказаться и обращение в госжилинспекцию. Необходимо обращаться с жалобным заявлением в инспекцию Государственного жилищного назора, которая в случае проведения проверки подтверждения данных фактов вынесет предписание об устранении данных нарушений. Если протечки действительно в результате отсутствия действий со стороны управкомпании, ее надо приглашать для оценки нанесенного ущерба. Ну а если же нарушения не устраняются, жаловаться в госжилинспекцию. Если та подтвердит нарушение, то на должностных лиц может быть наложен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических 250 тысяч рублей. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, 6 канал. Печальная новость. В минувшие выходные на 87-м году жизни скончался первый мэр Владимира Игорь Шамов. По натуре он был жизнерадостным человеком, поэтому и попрощаться с ним хочется веселым сюжетом 11-летней давности. Мы отыскали его чудом, поэтому просим извинить за качество. В июне 2010 года Шамову исполнилось 75 лет. Целый день с юбиляром провел Александр Инин. Кто пришел поздравить бывшего градоначальника, простил ли он своих заместителей из-за предательства, и почему, когда все чиновники подтянулись в единство, Игорь Шамов вступил в Союз правых сил. Давайте вспомним прямо сейчас. В свои 75 он по-прежнему бодр и весел, и по-прежнему говорит то, что думает. Вот позвонила старая подруга, написала стихи, специально к дню рождения. Ну, Вера, ты даешь. Ты как-то такие стихи пишешь, это просто кошмар какой. Телефон не умолкает с самого утра. Настроение у виновника торжества приподнятое. С минуты на минуту должна прийти делегация из мэрии. Нужно, чтобы все было по-людски. Ну, я на всякий случай бутылочку поставил, думаю, мало ли чего. До последнего момента Игорь Васильевич гадал, сам Рыбаков придет или нет. На 70-летие приходил и этот визит Шамов не забудет до сих пор. Рыбаков принес 70 белых роз и бутылку шампанского. Но то ли ее растрясли, то ли потому, что было жарко, открыть шампанское аккуратно не получилось. Белый костюм градоначальника оказался испачкан, а ему надо было ехать в Москву. Пришлось идти домой переодеваться. Он вообще был демократичным. Я ни разу не видел, чтобы он там кричал, что умел, что требовал. Это Рыбаков о бывшем шефе. Сегодня они встретились как закадычные друзья. Но их отношения не всегда были такими. В начале 2002-го перед выборами команда Шамова поняла, Белый дом не хочет видеть их шефа в кресле градоначальника. Рыбаков заявил о мэрских амбициях. Все замы, кроме Потаповой и Сидорова, его поддержали. Поступок подчиненных Шамов расценивал тогда как предательство. Вот сегодняшняя встреча вам, наверное, показала, что, я думаю, те люди, которые это сделали, они осознали. Они осознали, что они, видимо, сделали это с горяча какого-то, я не знаю. У него есть удивительная черта характера. Он умеет прощать. Что было, то сплыло. Если вспоминать, то только курьезы. Долги страшные. Денег не было в бюджетах. Барты, шило на мыло меняли. Из-за долгов я и в Союз правых сил вступил, признается Игорь Васильевич. Все чиновничество потянулось в единство, и отечество вся Россия. А он к правым. Понимал, что для карьеры это может быть плохо, но думал не о себе. Мне пришлось поехать к Чубайсу и вступить в партию для того, чтобы он дал команду, чтобы город не отключали. Ну, долги были. Ну, нет денег. Ну, поймите, бюджет был миллиард. Сегодня почти шесть. О чем говорить? К бывшему шефу Рыбаков пришел не с пустыми руками. Ваза с гербом Владимира и, как водится, почетная грамота. Под звон бокалов жена Берта Петровна проговорилась. Николай Владимирович, палату его хотел. Не надо, я отказался. Я отказался. Ну, надо на город работать. Палату. Вот если бы ты городскую организовал палату, я бы пошел. Удивительно, если мэрия так ценит бывшего градоначальника и признает его заслуги, почему до сих пор не сделала его почетным гражданином города? А ему и не надо. К званиям он всегда относился с юмором. Я еще почетный строитель Российской Федерации. Поэтому, ну, какой я строитель на самом деле? Поэтому я говорю, почетным я строитель, а по нечетным мэр. Прощание с Игорем Васильевичем Шамовым состоится 18 января 2022 года с 10 до 12 часов в городском дворце культуры по адресу улица Горького, 54. И о погоде. Метеочувствительным людям не позавидуешь, как, впрочем, и коммунальщикам. На этой неделе нас ждут снег и температурные качели. Зима продолжает испытывать коммунальщиков на профпригодность. Область находится во власти очередного циклона. Ночью нас ждет снег, местами сильный. На дорогах гололедятся, местами снежные заносы. На крещение к вечеру снег прекратится. Но начнется понижение температуры до 18 градусов мороза. С 19 на 20 января станет еще холоднее. Ночью во Владимире минус 20-22, по области до минус 25. А в пятницу вечером снова потепление и снег. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если у вас есть интересная информация или поводы для встречи с нашими корреспондентами, звоните 36 66 66. Мы обязательно вам поможем. Далее у нас медицина на шестом. А я на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok